Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я живу по улице Чехова, 2А, район 1 Алматы. Примерно год-полтора назад я по интернету задавал вопрос о тему Турксидского района. Можно ли провести газ? Здание большое, добротное, почти все есть, холодная вода, еду готовим на электричестве. Я задавал этот вопрос, можно ли провести газ. В общем, где-то месяца через полтора ответ пришел, что в ваш район газ проводиться не будет, а в ваш дом установят что-то вроде электроплиты. Увидя вашу программу, я подумал, можно ли вопрос сдвинуть с мертвой точки. Что изменилось за это время? Хорошо, давайте мы переадресуем, Баран Агельбекович, сейчас. Какая ситуация в этом районе? К этому вопросу надо, я думаю, индивидуально подход надо посмотреть. Наверное, скорее всего, лучше. Район Накимат раз дал такой ответ, надо посмотреть. То есть, Кастрансгаз как может, есть ли возможность подключения к газовым сетям, есть ли там вообще построено ли, или есть ли там... И первый алматы газифицирован у нас, в принципе. Просто эту улицу не помню, на Чеховой был или нет. Давайте мы еще раз продиктуем ваш телефон. И можете проконсортировать. 271-65-53, на этот номер можете позвонить и уточниться. Баран Агельбекович, тепловые сети в этом году очередной этап модернизации прошел. Ну, видимо, как уже первый результат, что жалуются слишком жарко в домах. Да. Насколько успешно завершился этот этап работы? Что успели сделать? В текущем году мы отреконсервировали 21 километров тепловых сетей. Это 10 километров магистральных тепловых сетей и 11 километров распределительных тепловых сетей. То есть, всего по городу у нас имеется 1150 километров тепловых сетей. Из них на сегодняшний день изношенность составляет 64%. То есть, мы ежегодно модернизируем эти тепловые сети. То есть, ежегодно у нас выделяется для этих целей средства с республиканского бюджета, с местного бюджета. С 2006 года уже модернизировано более 100 километров тепловых сетей. То, что было запланировано, успели сделать, да? Да. По графику. Да, по графику. Продолжение следует. Продолжение следует. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Я живу в Туркской области, и я живу в Туркской области. Но сегодня, я говорю, что мы думали о газах и оборудовании. Мы думали, что это такое? Да. Я думаю, что компания, они были в основе сшатся и оборудованием. Они были в основе с женьем губернатором и оборудованием гаузы. Продолжение следует... Еще вопрос о телезрителе. Давайте послушаем, что нас хотят спросить. Здравствуйте, вы в эфире. Послышит весь Казахстан, говорите. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Сейчас в старых домах предлагают ставить счетчики в подвалах на отопление. Общедомовые? Общедомовые, да. Рентабельно ли в старых домах ставить это? И они именно отсчитывают после, как объяснить, температурный режим или это просто прогон воды? Объясните, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Спасибо. Он экономит, считает все, то есть регулирует в зависимости от наружного температурного воздуха. Он подает в дом то тепло, которое необходимое и считает. На сегодняшний день эта работа продолжается. То есть тепловые сети устанавливают согласованно с КСК и данный вопрос отрабатывается. Более подробно мы на днях делали, как раз у нас был в гостях представитель тепловых сетей. Я думаю, если наш телезритель туда обратится, более точную и четкую информацию получите и в тепловых сетях Алматы. Баран Адилбекович, вы ведь один из таких актуальных вопросов для горожан это подключение к канализации. Как это можно сделать, с чего начинать к тем желающим, которые, например, новый дом построили или не имели до этого подключения к общей канализации? То есть, чтобы подключиться к городским сетям, потребитель должен получить технические условия. То есть он обращается в коммунальное предприятие, чтобы ему выдали технические условия, потом получает технические условия. Как получает, он разрабатывает проекты. То есть, согласно проекту, данный потребитель будет подключаться. Но это не сложная процедура, да? В последнее время все упрощают все эти технические условия, административные, бумажные. Да, жителям. То есть, кто обращается, тем и выдаются. И с электроснабжением какая ситуация? Закольцовка города уже закончилась, насколько я знаю. Насколько зима будет бесперебойная с электричеством? Какая ситуация в целом? На сегодняшний день построены 29 подстанций. Это крупные подстанции, у нас 110 кВт мощностью, 220 это Ерминсай, Кенсай подстанции и 29 подстанций 110 кВт мощностью. То есть, данная подстанция образует кольцо вокруг города, построенное линией 220 кВт. То есть, данная закольцовка дает городу обеспечивать надежное электроснабжение в будущем и на сегодняшний день. То есть, в отопительный период таких больших проблем по электроснабжению не будет, надеемся. И в зависимости от погоды возникнут ли какие-то перебои. А в случае каких-то непредвиденных, небольших аварий, может быть, система предусматривает какое-то дублирующее подключение, чтобы бесточно долго не оставалось стоить? Для этого и построена закольцовка. А оно и обозначает закольцовку, да? Если с одной стороны, если одна подстанция отключается, то с другой подстанция подается электроэнергия. Но это недолго времени займет, да? Несколько минут буквально? Потому что я в последнее время замечаю, если я отключаю, бывает редко свет, там 5-10 минут и снова, то есть дублирующие станции вероятно ходят. Вот редко бывают такие переключения.